У меня следующий вопрос, касающийся одного из ограничений спортсменок и спортсмену твоего вида спорта. Это еда. То, что многих беспокоит, многих это останавливает, потому что они просто не могут себя в чем-то ограничить. Расскажи, пожалуйста, вообще сложно тебе ограничивать себя в съестных удовольствиях? И если да, то почему, если нет, то тоже почему. И есть ли у тебя такие примеры, которые люди просто не так живут? То есть они уже даже не воспринимают это как ограничение среди спортсменов твоих товарищей и коллег. Ну, знаете, это, наверное, умение договориться с собой. То, что можно кушать, нельзя, нужно просто реально понимать то, что есть нездоровые продукты, которые наносят вред. Особенно если, когда их слишком много употребляешь, да, последствия определенные приходят. Нужно самому просто это понимать и не заниматься самообманом. Это так же, как можно кушать шоколад и себя успокаивать, что нет, там калорийность очень маленькая, при этом съесть две шоколадки там или три подряд, уже живот болит. Можно заниматься самообманом, но все-таки стоит задуматься не просто даже с точки зрения красивого тела, а в принципе здоровья организма своего. Хотя многие опускают этот вопрос и больше мотивируются красивым телом, но впоследствии они придут потом. Мы хотим получить, да, именно сейчас результат, это и является такой вот негативной ноткой, то, что мы хотим сейчас видеть. А здоровое наше тело, оно потом даст уже итог, если мы неправильно будем кушать. Ты считаешь калорийность своих продуктов в единую разу или нет? Нет, я калорийность не высчитываю. Честно говоря, я и по граммам не высчитываю, как многие спортсмены это делают. Я четко знаю просто, сколько мне количества нужно съедать там в день курицы, сколько мне нужно углеводов съедать. В принципе, жирную продукцию даже в межсезонье стараюсь не есть. Мне неприятно ее кушать, вот и все. Сладкое тоже, я, если уж очень хочется, я вот его могу скушать, опять же, в межсезон. Но мне не хочется, может быть, потому что я восполняю эмоциями и все. Поэтому у меня нет такой тяги к каким-то вредоносным, но вкусным продуктам. Что тебя подпитывает в этой позитивности? Возможно, близкие, возможно, какой-то там психологический настрой, может, ты там проводишь время какой-нибудь, не знаю, релаксации. Ну, знаете, вот, наверное, здесь все вместе. Потому что, во-первых, изначально я стараюсь позитивно мыслить, потому что многие вещи от позитивного мышления легче даются. Так проще. Ну и, соответственно, все мое окружение, все мои друзья и близкие люди, они сами достаточно позитивны, они еще подкрепляют больше. Вот мой взгляд на этот мир, на эту жизнь, они меня мотивируют еще больше не уходить с этого пути, скажем так, да, такого позитивного мышления. Это не говорит о том, что я в розовых очках живу и смотрю на мир в розовом каком-то свете. Нет, я прекрасно все понимаю, но можно видеть одну ситуацию, либо в позитивную сторону ее рассматривать, либо в негативную. Где лучше будет результат? Ну, как вы думаете? Ну, где позитив, скорее всего. Конечно, потому что в дальнейшем ты не остановишься, будешь развиваться дальше и дальше. А позитивный все-таки момент, он тормозит и... Негативный. Негативный, да, тормозит и больше притягивается именно негатива. Тут есть определенные законы, которым все-таки, если хочешь, чтобы все было хорошо, придерживаться лучше. Существует много мнений о таком понятии, как перетренированность. Кто-то говорит, что она есть, кто-то говорит, что это только психологический факт. Существует ли он у тебя, чувствует ли ты перетренированность? И как, если она, да, то как ты боролась с ней? Есть, да, перетренированность определенно есть. Здесь нужно прислушиваться четко к своему организму. Если ты чувствуешь сбой в организме, слабость, как правило, это начинается с того, что ощущение температуры, да, какого-то озноба. Вот, по крайней мере, это у меня так происходит. Обязательно нужно устроить отдых. Пусть это будет там один день, но его нужно сделать вовремя, чтобы как раз-таки восстановиться и избежать последствий более таких тяжелых. Ну, и опять же, меня всегда спасает витамин С в больших дозировках. Ты просто отдыхаешь или какие-то там процедуры, там, в виде массажей? Нет, никаких массажей, ничего такого, скажем так, сказочного, конфетного. Там я с собой не делаю, но, в общем-то, нормальные процедуры с горячим чаем, витамин С, опять же, в больших дозировках, сон хороший, здоровый и побольше питания. Вот и все. Если это в диету происходит, ну, хорошо, побольше курицы, побольше риса, все будет в порядке. Субтитры сделал DimaTorzok